В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Более 15-200 литровых бочек за последний месяц в Сарове участились кражи с садовых участков. Праздничная литургия, народные костюмы и веселые игры в нашем городе провели троицкие гуляния. Узнать историю цветочной поляны и побывать на острове Сокровищ. В драматическом театре стартовал фестиваль «Что за прелесть эти сказки?». Далее расскажем обо всем подробно. На прошедшей неделе саровчане вновь становились жертвами мошенников. У них воровали велосипеды и личные вещи. А с наступлением тепла в поле зрения грабителей оказались и садовые участки. Чем запомнится дачный сезон сотрудникам полиции? Расскажем далее. Нечистые на руку жители нашего города продолжают доставлять хлопоты сотрудникам полиции. Появляются в общественном месте в алкогольном и не только опьянении, воруют продукты, напитки и деньги из магазинов. А некоторые злоумышленники посягают на частную собственность граждан, обворовывая садоводческие домики и дачи. На минувшей неделе произошло две таких кражи, которые зафиксировала дежурная часть Саровского ОВД. В частности, мужчина с 90-го года рождения обратился с заявлением о том, что с его двух садовых участков в садоводческом обществе «Восход» были похищены 17 бочек, ну, емкостей для воды. Как рассказал потерпевший в дежурной части, пропадали нужные ему емкости постепенно, в течение длительного времени. Устав от потерь, гражданин установил камеру наружного наблюдения на приусадебном участке. На камере видеонаблюдения видно, как злоумышленник подъезжает на своей автомашине и грузит уже последние две бочки в свою автомашину. Поэтому, в принципе, не исключено, что лицо будет установлено. Общий ущерб пропажи мужчина оценил в 16 тысяч рублей. Во втором случае у гражданина также пропала емкость для воды с приусадебного участка, правда большая и железная. В связи с этим сотрудники полиции призывают собственников дачи и огородов не оставлять ценные вещи и технику на территории без присмотра, поставить надежные замки и по возможности установить сигнализацию на свою собственность. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Набережная реки Сатис продолжает преображаться. С каждым днем стараниями компании-застройщика Саровинвест территория поймы приобретает все более благоустроенный вид. Вымощенные тропинки для прогулок, ухоженные газоны, которые регулярно стригутся и поливаются. На днях здесь высадили более ста деревьев. Это шаровидные и выбулата. Продолжаются работы и по установке освещения набережной. Специальные диодные фонари гармонично вписываются в общую концепцию застройки. Они точечно освещают прогулочную зону, при этом их свет не бьет в окна домов. А на прошлой неделе проведены работы по ручной очистке от мусора береговой линии в районе застройки. К другим новостям. Городская художественная галерея перешла на летний график работы. С 1 июня по 31 августа посетить выставки можно в понедельник и вторник с 11 утра до 18 вечера. В среду и четверг с 11 до 20 часов и в пятницу с 10 до 17 часов. Суббота и воскресенье – выходные дни. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Рабочее движение по дороге Саров-Кременки планируется запустить до конца ноября текущего года. Общая длина новой дороги составит около 8 километров. На сегодняшний день один километр полностью заасфальтирован. На протяжении двух с половиной выполнена укладка щебневого основания. На протяжении четырех километров – земляное основание. Также почти полностью завершена вырубка деревьев на месте будущей дороги. Общая стоимость реализации проекта составит более 440 миллионов рублей. По словам подрядчика, окончательное завершение строительства запланировано на 2018 год. Управление экономического развития и предпринимательства сообщает, что схему размещения рекламных конструкций ждут изменения. Предполагается исключить четыре места. Настенное панно на доме номер 38-1 по улице Московской, место около дома номер 25 по улице Силкино, у парка имени Зернова в районе Центральной аллеи, у дома номер 16 по улице Железнодорожной. Еще одному месту присвоят новый адрес. Речь идет о рекламной конструкции в районе парка Культуры на пересечении проспекта Музруково с улицей Давиденко. Детально с проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Сарова. Более подробная информация по телефону 9 90 83. Со 2 по 8 июня приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской области проводит горячую интернет-линию по теме защиты и восстановления прав детей. Задать свой вопрос специалистам можно на сайте правительства Нижегородской области. Окунуться в мир волшебства и встретить любимых сказочных персонажей. Возможно, в Сарове стартовал фестиваль спектаклей «Что за прелесть эти сказки». В этом году в нем приняли участие театры из городов Заречных, Кострома, Калуга, Новоуральск и многие другие. Увлекательные и захватывающие истории об отважных героях и злых пиратах, поиске спрятанных сокровищ и вечных ценностях, честности, любви и дружбе. Все это детский мюзикл «Остров сокровищ», который представил на фестивале театр музыки, драмы и комедии закрытого города Новоуральска. Потому что это спектакль, во-первых, премьера прошлого сезона и, на наш взгляд, она отражает сегодня все возможности нашей труппы. И, прежде всего, это музыкальный спектакль, а наш театр является музыкальным. И поэтому мы хотим, чтобы вот это открытие фестиваля сегодня прошло ярко, празднично и очень позитивно. «Девчонок глядый, он замечает, Ерошин кудрик, соленый петель». Спектакль включает множество массовых балетных и вокальных номеров. В постановке участвует хор, задействовано много второстепенных персонажей и сложные многоплановые декорации. Такая яркая и зрелищная постановка не могла не впечатлить маленьких саровских зрителей. Мне понравилось, как девочки там танцевали. Мне в конце понравилось, как там пушки стреляли. Мне понравилось, как там пела эта матроска, которая там мальчика переоделась. Фестиваль «Что за прелесть эти сказки» проводится в нашем городе уже в четвертый раз. Более 20 театров подали заявки на участие, из них жюри отобрало 10 лучших. Профессиональные труппы представили самые яркие премьерные спектакли этого года. Ну, вообще, для очень маленького города, где население около 100 тысяч, имеет собственный фестиваль – это невероятная гордость. Идея создать здесь именно детский фестиваль – не случайно. В городе очень много детей. Детские спектакли у нас очень пользуются спросом в театре. До 7 июня каждый день в театре будут идти спектакли гостевых и местных театров. Подробную информацию о программе можно получить на сайте Саровской драмы. Марина Култыгина, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24. Хороводы, пение, игры под открытым небом и, конечно, плетение венков. Православные христиане отметили один из 12 главных церковных праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу. О том, как прошли троицкие гуляния в нашем городе, расскажем в следующем репортаже. Уже пятый год подряд прихожане храма великомученика Пантелеймона и Православное творческое объединение «Мир» устраивают в больничном городке троицкие гуляния. Есть традиция церковная, есть традиция народная, просто наша инициатива, можно сказать, нашего русского народа, который когда-то придумал проводить гуляния, украшать храм тоже березками, травой. Он такой очень близкий, очень народный, такой простой. Троицкие гуляния – замечательный повод вернуться к истокам традиций и хорошая возможность вспомнить о своих духовных корнях и прикоснуться к многообразию жанров народного творчества. Как рассказывают организаторы, в этот раз из-за погоды гуляния были не столь многолюдны, но тем, кто пришел, даже дождь и ветер не смогли испортить праздник. Гостей угощали пирогами и чаем из самоваров. Кто-то учился плести венки, кто-то осваивал ходули. Также всех желающих ждали хоровод и народные игры. Для малышей прихожанки храма подготовили различные мастер-классы. Ребят научили делать троицкие березки из бумаги и забавных куколок из свежей травы. Мария Рунич, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В рамках фестиваля «Что за прелесть эти сказки» во Дворце детского творчества открылась драматургическая лаборатория. В течение нескольких дней московский сценарист Мария Огнева будет знакомить школьников с видами конфликтов, учить анализировать персонажей и расскажет о тонкостях процесса написания пьес. Добиться своей цели или умереть. Именно к такому исходу приводили участники драматургической лаборатории своих выдуманных персонажей. Прежде чем окунуться в мир творчества, преподаватель Мария Огнева познакомила школьников с видами конфликтов. Ребята узнали, что человек может противостоять самому себе, другому человеку, целому обществу и даже потустороннему миру. У меня с детства была тяга к тому неизвестному, потустороннему. Я смотрела очень много фильмов про всякую нечисть, супергероев, но это на меня все повлияло. И мне нравится именно про вертикальный конфликт. Мария Огнева – молодой драматург, сценарист, переводчик и педагог. Проводить занятия она приехала по приглашению Саровского драматического театра. В течение нескольких дней девушка постарается не просто познакомить ребят с театром, а помочь им сделать первый шаг в драматургию и написать собственную пьесу. Для меня важно, чтобы они попробовали увидеть себя и посмотреть на свою жизнь сверху, как будто они авторы своей жизни, а сами они некие персонажи. И попробовали рассказать о своей жизни, глядя на нее чуть-чуть сверху. Как признаются участники лаборатории, все упражнения необычные и интересные. Но больше всего ребятам понравилось по мере рассказа ухудшать жизнь своего персонажа. Вы начинаете импровизировать, рассказываете какую-то ситуацию и любой человек в аудитории может вам в любое время прервать и сказать ухудшай. И ты должен ухудшить ситуацию. И в итоге из какой-то скучной, какой-то банальной истории все превращается в глобальное какое-то разрушение или еще что-то. И это оказалось очень смешно. Дальше ребятам предстояло нелегкое задание. Нужно было придумать целый рассказ, где герой для того, чтобы достичь своей цели, должен преодолеть различные проблемы, каждая из которых была еще хуже предыдущей. Кто-то уже раскрылся и рассказывал очень личные, очень драматические истории. Кто-то пока придумывал какие-то вещи просто фантастические. На самом деле важно и то, и то, потому что нам важно раскрыть фантазию. По итогам работы лаборатории ребята создадут несколько собственных пьес, которые участники театрального фестиваля, что запрелись эти сказки, прочтут прямо со сцены. Услышать творчество школьников можно будет 7 июня в 14.30 в Драматическом театре. Мария Ирунч, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Посетить музей, встретиться с сотрудниками ГИБДД, сходить в кино и при этом не нарушить режим тренировок. На стадионе ИКАР прошло открытие первой смены спортивного лагеря. Воспитанники секции плавания детской спортивной школы, несмотря на летние каникулы, не прекращают тренировок. Самому маленькому пловцу этой смены нет еще и шести, а его старшие товарищи уже занимают места на серьезных соревнованиях и готовятся к олимпийской карьере. Лагерь – это хорошая возможность подготовиться к будущему сезону в плане физической подготовки. Значит, усиленные тренировки, хорошее питание, работа на суше, физическая подготовка и работа специализированная на воде. Помимо занятий в бассейне, юных спортсменов ожидают и другие события. Для ребят организуют походы в кино, театр, различные творческие конкурсы и оздоровительные мероприятия. Мы участвуем во всех конкурсах, которые проходят здесь на стадионе ИКАР. Это рисунки, также снайпер, футбол, пионербол. Но основная часть – это учебно-тренировочный процесс. В спорте работает принцип преемственности поколений. Взрослые ребята учатся сами и помогают тренировать начинающих. И тем и другим этим летом предстоит много работы. Впереди областные соревнования и всероссийские первенства, в которых примут участие пловцы всех возрастных групп. Мы планируем достигнуть высоких результатов и с каждым годом совершенствоваться, чтобы победить всех и наконец-то выйти на олимпийские сцены. Помимо плавания, в лагере работают и секции по другим видам спорта. Среди них художественная гимнастика, борьба и футбол. Марина Култыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Также вся актуальная информация на сайте саров24.ру. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин